Как видно, как слышно. Я тут опять в своей рабочей домашней студии. Перископ, контакт, ютуб. Андрей, я тебе все права включил, так что ты у нас в строю, в борьбе с происками недоброжелателей, то бишь троллями. Так, все видно, слышно, хорошо, да? Так, Слав, ты сегодня пишешь это самое, в строю сегодня, а то что-то как обычно ты не присылал этот запрос, поэтому можно. Я думаю, что в ютубе пишется вебинар, поэтому все-все по ходу. Ну что, друзья, 29 августа 2018 года, среда 13.00, значит, как обычно в это время у нас технико-экономический вебинар проекта Skyway. И сегодня все у нас идет по плану в штатном режиме. Мы с Алексеем, как всегда, что бывает в последнее время не так часто, проводим этот вебинар именно на подходе к инотрансу, который начнется 18 сентября в Берлине. И это будет такая завершающая череда мировых презентаций и отчетов той венчурной команды, той, скажем, системы, которая сегодня выводит в технологию. Так, ДНК у нас возмещается. Ну не обращайте внимания тут действительно. Вот давайте я сегодня еще и на вопросы ВКонтакте и в Перископе, те же животрепещущие вопросы, которые есть, будем обсуждать, делать, потому что цель как раз наших вебинаров с Алексеем это комментарии, это доведение нашего мнения именно как таких активных и давних участников проекта Skyway, те, кто работает с партнерами, то есть те, кто привлекает сегодня, те, кто комментирует именно то, что происходит в самом проекте, именно в развитии с точки зрения бизнеса. И, соответственно, мы уже, как вы заметили, перестали ориентировать наши вебинары на новичков, то есть вначале у нас еще была такая система, что мы делали для новичков и потом уже для тех, кто давно в проекте. Сейчас мы оставили это время общения нашего вебинара только для того, чтобы доводить свою точку зрения, именно как людей, которые давно и активно работают в проекте, чтобы обмениваться точкой зрения, которая есть у вас и, соответственно, где-то спорить, где-то соглашаться, где-то не соглашаться. И, соответственно, доводить позицию именно правления венчурного фонда Skyway Capital, именно который организует сейчас приток инвестиций и в создание технологий, в продвижение технологий. Это уже как раз корпоративная работа, где мы, как с Алексеем члены правления венчурного фонда, который сегодня происходит очень серьезную такую перестройку и изменения в связи с тем, что меняются вообще цели и задачи работы проекта. Вот поэтому здесь, друзья, после Матранса, как мы и обещали, говорили, нас ждут все большие-большие переменные изменения. И это связано с тем, что мы, вот, скажем, такой первоначальный, если говорить терминологией Кондратьева, академика Кондратьева, который ввел понятие технологические уклады, это эмбрионное развитие технологий, когда технологии знают те, кто в нее вкладывают и те, кто ее развивают. То есть очень узкий круг людей. И сегодня фактически можно констатировать, что мы с технологией Skyway, то есть струнной технологией инженера Юницкого, выходим из эмбрионного, то есть зачаточного состояния уже в сферу именно применения, построения бизнеса, запуска адресных проектов и реального построения бизнеса, к которому мы подходим. И это то, что будет капитализировать наши первоначальные именно инвестиции в бенчурные пакеты, которые были подкреплены интеллектуальной собственностью сегодня, интеллектуальной собственностью именно автора и разработчика проекта Skyway. Сегодня начинается реальный бизнес, и это совсем другие законы, это совсем другое развитие, это совсем другие принципы, друзья. Поэтому здесь я с одной стороны вас поздравляю с тем, что мы дошли до этой стадии, до этой степени. Помните, как один из основных и главных футурологов в моей жизни, это моя бабушка, она была очень мудрая женщина, и она не раз произносила такую фразу, что дай бог нам дожить до тех проблем, которые будут в будущем, это значит, что мы в этом будущем уже присутствуем. Поэтому, друзья, сегодня у нас совсем другие проблемы стоят перед командой, перед проектом, перед личным инженером Юницким. Одно дело было собрать единомышленников, профинансировать и доказать, что технология существует. Сегодня, когда технология создана, она вошла на рынок, и она показала, что в сегодняшней мировой сети Transnet появилась новая составляющая, которая называется струнные технологии, струнные дороги, и наравне с уже традиционным автомобильным транспортом и с сетью десятки миллионов километров дорог по всему миру, с железными дорогами, там порядка миллиона километров по всему миру, с сетью транспортных коммуникаций, морского транспорта, которому уже не один десяток тысяч лет, то есть, соответственно, система портов и доставки груза, система авиационного снабжения, это все сегодня формирует... Так, звук пропал, да? Так, друзья. Так, в перископе звука нет, да? Дайте еще обратную связь. То есть, я понял, в чем проблема. Когда идет звонок, у меня пропадает звук на телефоне. Придется сейчас остановить трансляцию. Так, и заново запустить. Заново запустить. Недостаток в технике разобрался в чем, что когда идет звонок на транслятор, то после этого пропадает звук в перископе. Вот почему-то у него такой системный... Так вот, друзья, на сегодня четко можно утверждать, что Skyway вошел в мировую транспортную систему. Естественно, что это только первые шаги, это только подготовка и запуск первых адресных проектов, которые сопряжены огромным-огромным количеством сложностей, формальностей и уже конкуренцией с традиционным, уже сложившимся видом транспорта. Но сегодня в мировом транснете, мировом транснете, то есть мировой транспортной сети, начинают происходить серьезные изменения. Это можно сравнить с появлением мобильной связи, потом мобильного интернета, потом создание новой информационной системы, которая выдавила практически на тот момент традиционные связи. Это телеграф, это проводные телефоны, это спутниковые ретрансляторы, которые были на сегодняшний момент. Все это заменено уже мобильной связью, которая работает несколько по другим стандартам, и иметь сегодня смартфон, это намного удобнее, чем в свое время иметь домашний и рабочий телефон 30 лет назад. Соответственно, это, друзья, новые условия развития цивилизации, новые условия, которые дает технология для каждого сегодня человека живущим и пользующимся технологическим прогрессом. Сегодня трудно найти хотя бы одного человека, хотя они встречаются, наверное, как, скажем, птеродактили в свое время цивилизации, которые не пользуются компьютером, которые не пользуются смартфоном, потому что это, друзья, уже сегодня удобно, и это сегодня часть нашей жизни. Поэтому этот процесс тоже происходил постепенно, он тоже происходил не в один день. Вы помните, что в начале 90-х обладание сотовой связью было огромной роскошью, это было довольно-таки дорого, и сами аппараты, и контракты, и минуты разговоров. Постепенно, по мере развития, это стало доступным, это стало удобным, и сегодня без мобильной связи, без мобильного интернета, без того информационного пространства, которое создает общая система, которую мы называем сегодня интернетом, уже представить сегодняшнюю жизнь, сегодняшнюю цивилизацию, сегодняшний повседневный быть невозможно. Точно так же сейчас в системе транснета, то есть это сеть, которая существует параллельно с интернетом, то есть это транспортная коммуникационная система, которой пользуются сегодняшней цивилизацией, также сегодня идут неизбежные изменения, идет та технологическая революция, о которой заявляли, скажем так, инженер Юницкий, готовил ее там больше 40 лет, 5 лет назад она стала входить уже с логикой краудинвестинга, то есть опираться на тех людей, которые инвестируют в развитие этой технологии, чтобы быть ее потом пользователем, и соответственно уйти от тех негативных недостатков, которые есть у традиционного транспорта. И сегодня, друзья, после Экофеста, который прошел 4 августа в Марьиной Горке, подведена черта, и можно четко утверждать, что технология создана, что команда, которая бралась и взяла на себя ответственность запустить этот проект, он сегодня запущен и существует, и сегодня в транспортной мировой отрасли существует еще один сегмент, еще один рынок, который называется струнные технологии инженера Юницкого. Он доказал, что это самостоятельный и отдельный вид транспорта, что он решает те задачи, которые не под силу ни одному другому виду транспорта, и он дальше в конкурентной борьбе будет входить и завоевывать все новые и новые позиции на мировом рынке транспортных услуг. Соответственно, друзья, сегодня начинается уже построение непосредственно бизнеса, то есть то, что будет приносить и дивиденды, и прибыль на те инвестиции, которые мы с вами за все это время делали и, соответственно, запускали технологию. Дальше будет стратегия, бизнес-стратегия по развитию, по выводу, и это, друзья, отдельный, следующий этап, следующий уже, ну скажем, сегмент развития в жизни технологии, и здесь, друзья, работают совсем другие законы, и, как мы говорили, на первом этапе основной риск и основная венчурность заключалась в том, чтобы доказать, что технология существует, раз, что она обладает теми характеристиками, которые декларируются, то есть когда от декларации переходит к демонстрации, соответственно, к тем преимуществам, которые есть. И следующий момент, опять же, который сопережен с огромным количеством рисков, с огромным количеством сегодня непредвиденных обстоятельств, которые сопровождают проект, это вхождение на рынок. Как мы говорили, это и... Да, про расход топлива обязательно сейчас поговорим, мы очень хорошо в этом вопросе разобрались, и определенную путаницу, которая там, ну, по ряду причин на прошлом вебинаре могла быть возникла, мы с вами в конце обязательно обсудим, я расскажу, в чем разница подходов именно в концептуальной расчеты затрат топлива на одного пассажира. Я очень благодарен, что эта тема у нас на прошлом вебинаре была, потому что сейчас она очень, ну, очень хорошей, скажем так, целому пласту проблем, которые необходимо сейчас решать при дальнейшем продвижении, при дальнейшем показании преимуществ технологии SkyWay. Вот, так, соответственно, друзья, то, что мы говорили и сталкивались уже на ранних этапах, это, соответственно, проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией, с политическими рисками, которые происходили в разных странах и в России в свое время, при поддержке тогда президента России Медведева, когда начались первые проблемы у именно конструкторского бюро в России, и потом уже в странах Евросоюза, в Литве, когда произошел конфликт с руководством Литвы, соответственно, тоже это определенные вещи еще на ранней стадии. Сегодня идет активная работа в Арабских Эмиратах, это с точки зрения уже позиционирования технологии, которая влияет на развитие всего такого локального региона, и в Белоруссии сегодня совсем другой подход к технологии, которая была, ну, скажем, три года назад, два года назад. Это, друзья, тоже то, что сопровождает, и на каждом этапе все эти вопросы имеют свое решение. Поэтому здесь, друзья, бояться нечего, это, соответственно, естественное развитие и естественный, ну, скажем так, рост, если говорить про ребенка, он рождается. Сначала идет в детский сад, потом в начальную школу, потом в среднюю, потом в высшую школу, потом аспирантура, докторантура, ну, а потом начинается, друзья, реальная жизнь, практика применения знаний, и та или иная конкурентная борьба уже в сфере реальной жизни, в сфере выживания. И, соответственно, точно так же технология. Сначала она зарождается в умах теоретиков, в умах изобретателей, потом она переходит в практическое применение, потом она зарождается уже как массовая технология, которая востребована миллионами и миллиардами людей, потом она становится доминирующей. На наших глазах это произошло с интернетом, с мобильной связью. Соответственно, когда только зародилась сама информационная поле Земли, когда зародилась только новая система хранения, передачи, использования информации, только зародилась технологические устройства, которые позволяют, соответственно, соприкасаться и работать в этом информационном поле, и мы видели, как интернет сегодня пришел к тому, чтобы каждый сегодня желающий, каждый, кто может себе позволить приобрести смартфон, а технические и ценовые характеристики сегодня позволяют иметь абсолютно разный диапазон от самых дешевых, которые стоят там меньше 100 долларов, и кончая довольно-таки дорогими устройствами, последними топовыми моделями там и от Apple, и от Samsung, и сейчас уже активно в этой борьбе уже участвуют и китайцы со своими брендами, то есть, как минимум, уже три бренда сегодня стоят в десятке наиболее востребованных устройств. Поэтому, друзья, это все происходит на наших глазах. И это естественный путь развития технологии, и, соответственно, Skyway это точно такой же путь, который она проделала, то есть, она зародилась десятки лет назад, она была внутри группы специалистов, внутри тех, кто этим занимается и продвигает, то есть, это группа энтузиастов, которая собралась вокруг инженера Юницкого и той инженерной школы, которую он создал. Потом это уже более серьезный, более выход потребителям, те, кто захотел участвовать в продвижении этой технологии, это создание уже краудинвестинговой инвестпроводящей системы, вот где участвует ряд фондов, которые обеспечены именно интеллектуальной собственностью, которую предложил залог инженер Юницкий. И сейчас следующий этап, это уже формирование именно бизнес-структур, которые будут зарабатывать и реально работать на рынке транспортных услуг, для того, чтобы уже капитализировать те инвестиционные пакеты и, соответственно, менять интеллектуальную собственность на реальные активы, которые можно будет уже сегодня использовать в реальной экономике. Конечно, это вопрос, друзья, не одного дня, это вопрос именно бизнес-концепции и бизнес-стратегии, которую сегодня делает уже не инженер Юницкий, а уже, можно сказать, глава бизнеса или глава направления, которое запущено с брендом Skyway. Это, друзья, уже следующего рода бизнес, это следующего рода бенч, где Юницкий на себя взял ответственность как автор и инициатор этого проекта. И, соответственно, вся перспектива развития направления будет зависеть от стратегии выбранной бизнес-модели, от ее успешности, от очень многих факторов, которые будут складываться. И это, друзья, уже реализация следующих очень рисковых венчурных компонентов, которые сегодня присущи этому проекту. Поэтому, как мы говорили, что весь бизнес Skyway, вся система, которая сегодня строится, это венчурный бизнес, это крайне рисковый бизнес. И прежде чем принимать для себя решения, необходимо ознакомиться и оперировать огромным количеством информации для того, чтобы сознательно делать выбор, для того, чтобы принимать ответственность и становиться соучастником того глобального и крупнейшего проекта, который из себя представляет Skyway. Его сравнивать сегодня не с чем, потому что нет аналогов. Даже зарождение интернета шло по другим законам, по другим принципам. Соответственно, сегодня построение бизнеса Skyway также не имеет аналога, поэтому это, друзья, абсолютно уникальная вещь. И мы с вами участвуем в абсолютно уникальном эксперименте, уникальном бизнес-проекте, который сегодня называется проект Skyway и выведение на рынок новой транспортной системы в нашем понимании. И я абсолютный приверженец идеи инженера Юницкого уже без малого 20 лет с первой встречи с ним. Я могу сказать, что для меня не существует другой концепции идеального транспорта, кроме Skyway. Юницкий показал, что все основания, которые он закладывал, и все расчеты, которые сегодня подтвердились, и мы с вами создаем сегодня идеальную транспортную систему, которая решает все проблемы, которые стоят сегодня перед человечеством и которые сегодня пугают нас как пугалками о том, что завтра человечество погибнет, загнется именно из-за технологических, техногенных проблем, которые мы создали. Вы помните всю эту очень красивую, очень интересную историю, когда в конце 19 века Британская Королевская Академия Наук сделала исследование по поводу будущих перспектив Лондона в связи с двумя миллионами лошадей, которые предполагалось, что они будут находиться в Лондоне с перевозкой тех пассажиров, роста тех задач, которые... И, соответственно, та экологическая катастрофа, которая грозила Лондону, там, 2 метра навоза, эпидемии, там, и так далее, и так далее, что система не справится с переработкой тех отходов, которые шли вслед за транспортной услугой, которую предоставляли именно транспорт, гружевой и именно лошадный транспорт. Но, друзья, прошло 20, там, чуть больше лет, 30, и лошади абсолютно ушли с улиц Лондона, появилась подземка сначала на паровой тяге, потом на электрической появились коммуникации, связанные с автомобилями, с автобусами, троллейбусами, трамваями, и все это вместе создало новую транспортную систему, которая просто свела на нет те проблемы, которые ставились на тот момент при исследовании. То есть технологическая революция с появлением двигателя внутреннего сгорания, электродвигателей, новой транспортной систем, она решила те проблемы, которые боялись на тот момент, но она породила другие проблемы, она породила проблемы, связанные с дальнейшей экологией, то есть сжигание миллионов тонн нефтепродуктов в ограниченной территории, она проблему именно расселения и взаимодействие человека с автомобилем, уже безопасность, когда десятки, сотни тысяч людей сегодня в Англии гибнут на дорогах. Соответственно, это другие проблемы, это то, что идет следующим этапом. И на сегодня утверждать, что теперь это приведет к гибели, или это приведет к остановке развития цивилизации, друзья, это такая же глупость, как и чуть больше ста лет назад, говорить, что лошадь – это экологическая проблема, развитие транспортной отрасли. Сегодня точно так же можно утверждать, что по прошествии определенного, очень незначительного времени, автомобиль в Лондоне будет такая же редкость, как и сегодня лошадь. Сегодня лошадь, наверное, можно увидеть только либо где-то в парках развлечений, либо на ипподробах, где идут там скачки и специальные спортивные соревнования, либо возле Букингенского дворца, где сидит двордеец в шапке. Соответственно, больше, наверное, лошадей в Лондоне не уйдет. И точно так же через некоторое время автомобиль будет такая же редкость, они будут в музеях, они будут на специальных автодромах, где кто-то хочет погонять, получить адреналин, ну и может быть какие-то специальные функции. Все остальные транспортные задачи будут решать роботы, которые будут ездить по эстакаде второго уровня, которые будут возить пассажиров, грузы. Все это будет в автоматическом режиме, безопасно, экологично и, соответственно, никаких проблем, которые сегодня ставят, перед сегодняшним Лондоном не будет. Но будет ли это означать, друзья, что проблем не будет и все будет облачно, ясно и безоблачно? Нет, друзья. Любая цивилизация, технология, технологический прогресс, решая одни проблемы, он создает другие проблемы. Поэтому, естественно, что будут проблемы другого уровня, будут другие задачи. Но это, друзья, развитие всей логики, всей цивилизации. Поэтому на сегодняшний момент те задачи, которые стоят перед инженерной школой и ту, которую взял на себя решать инженер Юницкий, это безопасность движения, то есть убрать те полтора миллиона или спасти те полтора миллиона жизней, которые сегодня ежегодно уносят автомобили, порядка 15 миллионов человек ежегодно делают инвалидов. Соответственно, это решить те экологические проблемы, которые сегодня стоят перед сжиганием двигателей внутреннего сгорания, экология, которая сегодня портит. И за то, что мы сегодня, каждый из вас, из нас платят своим здоровьем, здоровьем детей, то есть это некачественные продукты, некачественная вода, некачественная вода, та среда обитания, которую мы делаем. То есть это решение проблем. Это, соответственно, экология продуктов питания, то есть расселение, создание нового вида освоения территории, это и линейные города, и то, что связано уже с экогенной технологией, какой является Skyway. Эти задачи на сегодняшний момент технически решены. Все эти решения вы видели в Марьиной горке. Сегодня ни один специалист в мире не может сказать, что это ерунда, и это не существует, ну, если он не слабо умный и не сумасшедший. Потому что, друзья, есть примеры, когда люди смотрят на самолет, он летает, они говорят, я все равно не могу поверить, что вот эта вот фигня на сотни тонн может лететь на тысячи километров, не махая крыльями и еще там, так сказать, не разбегаясь лапами, так сказать, то есть используя какой-то непонятный закон, вернули разности давления, и, соответственно, все это по законам физики почему-то летает. Вот. Так вот, здесь, друзья, абсолютная инженерия, абсолютная наука, которая сегодня, не опираясь ни на какую, ни на мистику, ни сверхъестественные законы, законы сохранения энергии и вещества, земля дает абсолютно новую физическую возможность перемещать товары и услуги, то есть создавать новую экологическую сеть и занимать свое место в той мировой транспортной отрасли, которая сегодня абсолютно, ну, скажем так, не то, что не занята, а которая сегодня требует изменений, которые есть. И, подводя черту, еще раз делая определенный вывод, что мы с вами создали сегодня идеальную транспортную систему, которая, вбирая в себя все преимущества существующих сегодня систем, это и железнодорожного транспорта, и автомобильного, и авиационного, и информационного, энергетического, то есть передачи энергии на расстояние, то есть от линии электропередачи, все это сегодня коммуницировано и собрано в единой системе, которую мы называем брендом Skyway, и которая сегодня активно выходит на рынок и активно начинает капитализироваться. Поэтому, друзья, то, что мы с вами решали и делали практически 5 лет, запуская эту систему, эта задача выполнена. Сегодня перед нами стоит следующее, очень ответственный, очень важный этап, это запуск адресных проектов, это конкретное применение технологии Skyway для решения конкретных транспортных задач, и, соответственно, там, друзья, тоже очень много своих препонов, очень много своих проблем, но так же, как и на первом этапе, друзья, мы абсолютно уверены, что решим и эти задачи, и технология Skyway и докажет, что она абсолютно конкурентоспособна и имеет все преимущества перед другими видами транспорта, что это наиболее привлекательный объект для инвестиций, это наиболее сегодня перспективное направление для освоения территории и решения тех проблем, которые существуют, и, соответственно, Skyway займет свое очень достойное место в той мировой транспортной отрасли, в той мировой транспортной сети, которая сегодня выполняет задачу перевозки пассажиров и грузов по всему миру. Ну, а, соответственно, друзья, по законам бенчурного рынка, по законам бенчурного финансирования, тот, кто взял на себя ответственность пять лет назад, четыре года назад, да и сейчас, кто на этих непростых условиях входит в проект Skyway, он вправе рассчитывать на он вправе рассчитывать на определенные дивиденды, на определенный рост активов, которые сегодня сделаны. Это, друзья, как раз и заключается логика вхождения в любой инновационный проект, что на ранней рисковой стадии тот, кто берет на себя ответственность, кто может позволить себе войти в проект и определенное время ждать, пока он призывается, соответственно, друзья, вправе рассчитывать на те вознаграждения и на те ожидания, которые сегодня созданы в проекте Skyway, потому что проект Skyway это классический венчурный проект, который начинался от постановки задачи и первых демонстраций, сначала прототипов, потом анимаций, потом уже построение первых рабочих образцов, сегодня идут уже промышленные испытания, сегодня идет активная сертификация, то есть вхождение в уже серьезный, традиционный, со своими требованиями, правилами транспортный рынок. Ну вот, друзья, давайте, значит, по... Так, похоже, да и на транса ничего нового на вебинаре не будет, потому что, получается, кроме рабов никто пока не решился. Вот, здесь, друзья, это вправе каждый ожидать от вебинаров и от той информации, которая есть, что-то нового, что-то для себя полезного. Ну, друзья, сразу могу сказать с Алексеем, мы не клоуны и не шуты для того, чтобы развлекать или что-то рассказывать, скажем, там, очень забавное и очень то, что все хотят услышать. Мы занимаемся, друзья, очень серьезным венчурным бизнесом. Мы с вами выполнили те задачи, которые ставили перед собой пять лет назад и, понимая серьезность и те задачи, которые сегодня идут, мы понимаем и знаем, что и как мы будем делать дальше и какие проблемы нас ждут. Поэтому, друзья, здесь абсолютно, скажем так, профессиональный и у нас четкий подход к тому, что мы делаем. Мы сегодня сосредоточены на работе и на запуске конкретных адресных проектов с тем, чтобы войти уже в транспортный рынок и доказать перспективность и возможности технологии Skyway. Это, друзья, еще раз скажу, непростая задача, но так как и создание это тоже была непростая задача, ведь мало кто верил, что мы с вами дойдем до той стадии, когда будут продемонстрированы различные модификации, различные виды путевой структуры, когда будут проведены испытания различных видов подвижного состава, когда будут сертификации и сегодня уже спрос на эту технологию растет просто геометрической прогрессией, поэтому, друзья, здесь мы четко сегодня и позиционируемся как те, кто команда, которая выводит уже технологию на рынок и соответственно те, кто дальше будет развивать Skyway. Ну, друзья, я сейчас передаю слово Алексею, он у нас буквально позавчера вернулся с обучения, которое было у нас в Братиславе в Словаке с европейскими лидерами нашей структуры Skyway Capital. Он поделится своими взглядами, своими видами на то, что сегодня есть и что происходит. Ну, а я могу соответственно сейчас на те вопросы, которые есть, могу их отвечать и в конце, как всегда, могу ряд ответить на то, что наиболее сейчас всех интересует. Все, друзья, Алексей, тебе слово, а я на некоторых дневах переключаюсь. приветствую, дорогие друзья. Здравствуйте. Так, напишите, пожалуйста, как видно, как слышно меня. Замечательно, супер. Ну, собственно, это те редкие моменты, когда мы с Сергеем Анатольевичем выступаем вдвоем, то есть вы увидели, наверное, то, что мы сейчас взаимозаменяем друг друга, максимально стараемся, потому что действительно, график очень напряженный. Сейчас у нас планируется буквально в пятых числах огромная плодотворнейшая конференция во Вьетнаме, то есть будет информация, если уже нету информации в личных кабинетах Skyway Capital, там, огромный потенциал в этой стране, мы будем все освещать, то, что было ранее исследовано и создано в качестве материалов проекта Skyway для Вьетнама, и вьетнамцы ждут и верят, когда Skyway будет построен и у них, и, соответственно, голосуют за это своей валютой, своим временем, своими инвестициями, своими силами. То есть это мы каждый раз будем повторять, друзья, что каждый из нас с вами принимает на данной стадии сам решение, в виде подобной невизуализации, но реальность, когда перемещается Unibus, когда перемещается Unibike, когда будет представлен на выставке на TransUnilet, друзья, я с нетерпением жду вот этой мировой премьеры, потому что ну, собственно, это будет прорыв, я думаю, это будет фурор всей этой выставки, вы предполагаете, что у нас обязательно будет огромное количество людей возле стенда, мы с Сергеем Анатольевичем будем находиться фактически, наверное, всегда, и все члены правления также планируют приехать и тоже будут находиться на стенде, мы будем сменять друг друга, и каждый сможет и пообщаться и с представителями головной компании, и с нами. сейчас, собственно, можно вживую пообщаться на замечательных обучениях, которые проводит наш партнер Юра Галата, это специалист высокого уровня, который проводит именно корпоративное обучение, у нас нет смысла в проведении каких-то эзотерических обучений, повышения личностного роста, успешный успех и так далее, то есть мы готовим действительно специалистов, которые смогут развиваться в рамках изменяющейся экономической реальной действительности, и, соответственно, это специалисты и будущих продвиженцев и адресных проектов Skyway, я не буду говорить слово инициатор, потому что инициатор, это, соответственно, нужно еще заслужить им называться, но что я могу сказать, друзья, что-что, а заслужили называться наши инициаторы адресного проекта, которые дали рождение первому потенциальному, теоретическому, возможному, я всегда такие венчурные термины буду повторять, нашего проекта в Сан-Бернандине, и, друзья, я так буквально вкратце остановлюсь сегодня на истории, чтобы каждый понимал, а как вообще родился этот проект, какой путь был проделан, а какой путь будет сейчас проделан, остановлюсь на той технологии, без которой проект Сан-Бернандина вообще, друзья, мог не появиться и был бы экономически необоснованным, экономически нецелесообразным и, собственно, немного преждевременным, пока не появился Univin, друзья. Это транспортный гаджет, это действительно транспортное средство с абсолютно модульной конструкции, которую, не ожидая того и не понимая, сейчас многие различные девайсы, гаджеты, устройства используют и, собственно, не задумываются, как это плотно внедрилось совсем недавно в нашу жизнь. И, друзья, вот подобные транспортные гаджеты, транспортные устройства, потому что Unibike это все-таки больше как электровелосипед второго уровня. Это, соответственно, больше как спортивно-туристический гаджет такой. Он предназначается, естественно, можно велотягу убрать и он будет предназначаться для более узких сфер применения, но сюда вот действительно в эту магическую форму можно уместить наверное фактически все услуги, которые я сегодня себе могу представить, которые я использую в своем смартфоне, которые я использую сидя стационарно в кабинете, которые я использую на своем ноутбуке в перелетах. То есть это наше мобильное пространство, которое будет перемещаться на расстоянии и во времени. И, друзья, экономические показатели, технические характеристики, они действительно дают возможность нам всем с вами обрадоваться. То есть этот юркий малец, так скажем, но действительно в этой форме кроются замечательные технические характеристики. Это скорость разгона до 150 километров в час. Это соответственно чуть больше 8 киловатт в час расход электроэнергии 8,5 киловатт в час, если быть точным. И 2 литра, 2,1 литра на 100 километров в топливном эквиваленте если расход. И это на машину, друзья, это на всю машину. Я бы с удовольствием сравнил это с первыми спортивными купе, дорогими, очень прожорливыми, очень неудобными. я сидел в первых купе, это наверное только для заядлых гонщиков было приятно бы перемещаться на спортивных купе Tesla. Сейчас это как раритет и мало кто это использует. И друзья, вот наш Univind это как раз таки на мой взгляд одна из возможностей массового входа в рынок. И очень четкое описание было друзья этого транспортного устройства что перемещаться он будет на супер легкой трассе которая может решить серьезнейшие задачи при пролетах 2-3 километра. Я думаю что Анатолий Эдуардович еще доработает в районах труднодоступных малонаселенных отдаленных и также на местности со сложным рельефом. Друзья нет или Сан-Бернандино нет или Альпы и соответственно представьте насколько тяжелее и менее экономически целесообразно было бы строить даже на текущей легкой путевой структуры если Анатолий Эдуардович не создал бы путевую структуру которая толщиной действительно со смартфон. Вот вы видите ту линию которая буквально как ниточка она протягивается и фактически не видна нашим глазом если будет на 100 метров подальше на километр вообще просто мы ее не заметим расположена и друзья вот как раз по этим ниточкам смогут перемещаться Юни Винды на Сан-Бернандино в проекте Сан-Бернандино именно образуя уже умные деревни образуя умные кластеры кластеры линейных городов и соответственно рождая уже такую новую европейскую инфраструктуру решения как транспортных задач и проблем так и применение всех услуг уже на базе блокчейн составляющей это друзья прорыв это действительно я вот с ужасом наблюдаю те видео когда посмотрите в интернете уже есть видео когда ходят роботы человеческой походкой специально им делают даже видимый позвоночник и эти роботы даже моргают глазами это страшно друзья и я не хотел бы представить ту реальность когда я с детьми буду прогуливаться по парку и эти ребята эти андроиды будут ходить и собственно наблюдать за нашими с вами приватной жизнью мне хотелось бы жить в светлом мире перемещаться в таких мобильных транспортных капсулах и обладать своим личным мобильным пространством собственно не ожидая поверьте нам на слово мы знаем что такое ожидать в пересадках и в этот раз мне пришлось три пересадки пересечь буквально перемещаясь с Европы обратно в Челябинск то есть это немыслимо друзья а те кто хочет сэкономить и 5 и 6 пересадок им нужно осуществить и пересадки вообще полеты на самолете Сергей Анатольевич расскажет про потребление топлива но я бы сказал про здоровье про именно логику насколько истощается наше здоровье я вспомнил те слова одной женщины которую я встретил случайно в такси и радовался что я вот много летаю и настолько насыщенная жизнь насколько действительно истощается здоровье при частых перелетах друзья и поверьте нам на слово что и миллионеры тоже которые миллиардеры перемещаются на своих суперджетах у них нисколько не отличается у них естественно отличается комфорт перемещения но полезность перемещения и полезность для здоровья у них абсолютно такая же кто перемещается на аэрбасах на боингах и некоторые даже лоукостеры будут сейчас внедрять самолеты где будут стоячие места друзья это никак не встает вообще рядом с нашими юни виндами и осталось самое малое продемонстрировать что на малых проектах мы своими силами потому что естественно мы ожидаем то что и криптоэнтузиасты будут нас ассоциировать с различными такими пионерами первопроходцами дилетантами и нет у меня уверенности что огромное количество людей прямо на сразу на первый проект присоединиться именно в плане криптоэнтузиастов и крипто китов но на второй на третий проект когда мы с вами друзья продемонстрируем что на блокчейн технологии перемещается могут перемещаться вот эти вот транспортные андроиды и соответственно все работает в рамках единой системы друзья они потом просто будут выстраиваться в очередь и мы сможем штамповать проекты просто один за другим без необходимости каких-либо супер крупных инвесторов и собственно это будет отдельное направление которое на себя взяло взяло курс именно весь состав членов правления мы считаем что также вот это направление должно и обязано развиваться потому что когда прочухают это китайцы когда прочухают это другие азиатские страны вы посмотрите что происходило с логикой развития мобильной сети то есть сейчас хуавей сейчас xiaomi и другие китайские корейские гиганты не покупают соответственно модели apple они просто берут копируют видоизменяют и действительно у них настоящая сейчас технологическая мобильная гонка и наше преимущество будет заключаться в том насколько много мы адресных проектов охватим соответственно как только будет план развития прогнозирования что необходимо будет значительно расширять производственные мощности можно будет делать размещение токена и на производство и собственно это будет выгодно вкладываться потому что порой при успешном производстве в завод выгоднее вложиться чем в продукт этого завода порой и так бывает друзья и естественно уже в децентрализованные производства будет вкладываться народ с огромным удовольствием но друзья нам нужно пройти этот путь и при всех удачных стечениях и обстоятельств и договоренностей в плане прохождения защиты бизнес плана в плане экономической целесообразности с головной компанией соответственно потом это будет токеномика это будет защита у регулятора у FMA соответственно это лихтенштейнский регулятор друзья вот тогда можно уже всем говорить ну и сейчас можно говорить как потенциальный проект но тогда уже на 100% можно будет говорить и всю стратегию мы будем строить что огромное количество инвестиций именно от новых инвесторов которые входят в проект Skyway именно будет уже направлено на адресный проект на первый пилотный адресный проект друзья потому что все вместе мы можем так скажем навалиться усилиями на реализацию этого проекта и потом начнется действительно реальнейшее и грандиознейшее масштабирование этого направления поэтому я лично могу сказать что я не ожидал вот помните на вебинарах я говорил когда я посетил производство я говорил что насколько я был шокированным новым видом транспорта я был шокирован вот этой капсулой друзья она внутри может быть супер удобной супер лакшери если кто-то там замечал какие-то материалы которые не устроили либо какие-то может быть еще недочеты которые они сами заметили друзья как говорится любой каприз за ваши средства и естественно это может быть лакшери капсула но позиционируется это сейчас Анатолием Эдуардовичем как в Советском Союзе были москвичи жигули и ими могли воспользоваться все абсолютно категории людей потому что друзья когда я перемещаюсь в Азии и вижу вот эти тук-туки которые просто отравляют окружающую действительность и которые просто захламляют и создают супераварийную опасность в виде потенциальных ДТП на дорогах азиатских стран просто сердце йокает и насколько повышается опасность отравления угарными газами насколько повышается бизнес естественно вот этих компаний потому что эти тук-туки они ломаются их снова покупают их фактически наверное не ремонтируют здесь модульная конструкция выцепили вы можете прицепить я уже так пофантазирую я думаю что будет компания которая будет представлять эти подвижные составы это наверняка будет подразделение головной компания сможет вам дать на момент технического обслуживания какой-то тестовый ваш юнивинт и вы сможете перемещаться чего не скажешь о многих современных автосалонах которые на время ремонта автомобиля не дают какую-то замену друзья вот это предстоящее будущее которое я с нетерпением ожидаю и от этого еще больше радуется сердце и душа что мы как раз таки будем начинать в горной местности в труднодоступных в малонаселенных районах это как раз таки то что идеально вписывается в суперлегкую трассу и в юнивинт соответственно для масштабирования на всю Европу и что я могу сказать далее что на самом деле направление которое сейчас движется в арабском мире это такое знаете крупное корпоративное направление геополитическое я бы сказал и это очень нам сильно с вами поможет когда мы представим юнилит я говорю ту позицию которая неоспорима когда на нас посмотрят мировые корпорации так так они уже на 500-600 километров в час замахиваются и как мы можем на них повлиять уже в плане конкурентной борьбы и когда они будут видеть что арабы партнеры друзья тут будет играть это однозначно на руку потому что естественно никто уже так просто не будет нам стараться наносить какие-то удары потому что весовая категория с помощью стратегических партнеров у нас также формируется достаточно серьезная и это я считаю погромная проницательность Анатолия Эдуардовича то есть как и было озвучено на Экофесте лично генеральным конструктором и инженером Юницким то что в сентябре мы уже увидим начало строительства в Арабских Эмиратах то что до конца я так более отсрачивая называю то есть была названа дата в октябре до конца октября но я бы говорил до конца осени будет запущена некая блокчейн платформа которая сейчас занимается головная компания тоже с нетерпением этого ожидаем потому что мы как энтузиасты группа энтузиастов прекратили уже наверное более двух месяцев назад это направление все осталось в рамках истории гитхаб мы будем частично применять что-то уже когда мы пройдем все вот эти вот именно стадии принятия проекта в начале головной компании то есть экономическая целесообразность бизнес план краткий потом у финансового регулятора потом соответственно будет готова белая бумага и далее уже будем готовить информационные поля но до этого нужно еще дожить естественно друзья потому что это достаточно долгий процесс но мы с вами должны его пройти иначе это направление просто не будет запущено ну а как начиналось это все друзья начиналось это все со знакомства Сергея Анатольевича с Юросом это замечательный амбициозный сильнейший именно духом молодой человек так же как я это никаких не со 40 лет не 50 лет хотя и это молодой возраст и соответственно он связал с партнерами которые были заинтересованы в реализации инновационного транспорта для их потенциального проекта преференции и супер привлекательные условия на которые были получены и проработаны в течение 10 лет и получены буквально вот-вот недавно так сошлись звезды потом соответственно мы поехали уже непосредственно общаться с этими партнерами то есть в перерывах в поездках мы встретились с Шандером с Дэниелом с Юросом Франтишек Солар также там были там также была встреча друзья и открыто честно об этом говорим с крупнейшими возможными на тот момент возможно стратегическими инвесторами группой людей среди которых был Франтишек и мы сейчас можем говорить что да планировались миллионы долларов которые готовились но к сожалению именно руководитель этой группы в руках которого находились все ключи банковским ячейкам к финансовым операциям он умер в ходе как выяснилось продолжительной болезни друзья и соответственно вот этот источник возможного финансирования на тот момент он растворился в воздухе но это жизнь и это венчурный проект поэтому собственно Франтишек никак не остановился и начал двигаться уже в азиатском направлении создавать какие-то новые контакты но так случается друзья но то что мы говорили на вебинарах действительно было предчувствие были подписаны контракты что в районе 3-5 миллионов долларов должно было прийти и все мы это ожидали но как произошло так и произошло это говорит о том что история у нашего проекта у технологии Skyway она действительно необычайно сложна и зависит от многих обстоятельств и то что мы увидим в ходе развития с арабскими партнерами друзья всему ценой и всему мерило время и все покажет именно время благо что ждать осталось нам не так долго будет показываться строительство или не будет показываться строительство это будет в закрытом режиме на территории арабских эмиратов я лично ответить не могу друзья потому что попросту не знаю мы будем это узнавать только из источников головной компании но если говорить про Сан-Бернандино то мы туда обязательно отправим в эту прекрасную деревушку кого-то жить и будут формироваться и репортажи и как раз будет живое лайв строительство трансляции потому что это действительно нужно показывать и как раз таки крипто сообщества те кто возможно и не будут присоединяться в начале а может быть и сразу все ломанутся друзья потому что это как раз таки прецедент применения реальной технологии в реальном секторе и это Real World Byte Application о чем говорят все блокчейн энтузиасты когда же наконец крипта будет применяться в реальных сферах друзья что это нереальность это как раз таки самая настоящая реальность и предстоящая жизнь для каждого живущего на планете земля это в разрезе 20 лет можно сказать потому что сейчас многие задумываются и об экологии и о именно содружестве стран для решения глобальных экологических проблем зачем их решать если можно просто постепенно переходить на супер экологичный транспорт и именно поэтому друзья Skyway Technologies компания зао струнные технологии если говорить по-русски получает стандарты одни за другим вот буквально недавно был получен стандарт именно что говорится про экологическое направление это очень серьезная заслуга наша с вами потому что немногие компании этого удостаиваются и каждый год естественно нужно будет защищать этот сертификат но сейчас мы можем говорить что да этот сертификат экологически получен и мы можем на всю Европу говорить что у нас действительно экологичный транспорт это не может не радовать в тех экологических сверх жестких стандартах друзья мировых которые сейчас диктует и мировой венчурный бизнес и мировая общественность и даже блокчейн направление естественно максимально сосредоточены на экологию и именно поэтому по международным в компании был получен именно сертификат системы экологического менеджмента по международному стандарту ISO 14001 2015 это было получено на высшем уровне в одной из австралийских компаний то есть экспертом SAI Global и собственно это очередная наша заслуга признание технологии и признание технологии друзья как отметил Сергей Анатольевич будет идти одна за другим и уже мы вступили невозможно этого отрицать что мы до сих пор развиваем технологию многие виды транспорта уже построены и сертифицированы они готовы к созданию и мы с вами как инвест проводящая система будем развивать эти адресных проектов и первым потенциальным возможным теоретическим адресным проектом Сан-Бернандино соглашение по которому было подписано с головной компанией и собственно могло оно быть и не подписано но оно было подписано это Сан-Бернандино поэтому мы будем как члены правления двигаться в этом направлении и ждем вас всех в Грузии уже на сложном я могу сказать это сложное обучение и не думайте что там будут какие-то улюлюканье и цветочки на обучении Юрия Галаты я лично первый раз на тренинге стоял 6 часов и я злился в первый день но друзья мы просмотрели такие очень важнейшие аспекты именно недооцененности в порой отсутствие коммуникации между инвесторами и департаментами для максимального повышения эффективности потому что мы все-таки двигаемся в рамках будущих управляющих компаний в рамках будущих специалистов и дипломатии адресных проектов и соответственно привлечения в них инвестиций и соответственно уже корпоративного управления и в таких же рамках строится и наше обучение 6 часов мы постояли потому что 6 часов решалась эта задача отдельными участниками тренинга и наглядно было видно что если кто-то отстает то соответственно другие должны максимально быстро его подтягивать обучать в этом логика всего Skyway Capital только факты только конкретика и только точная бьющая цель обучения по той специализации к которой мы готовимся уже когда будет закрыто финансирование головной компании и чем будет заниматься я не называл бы это сеть а именно система и мы выстраиваем крупносистемный бизнес на года и на долгие десятилетия поэтому многие иностранцы сейчас просто бегут в проект Skyway если быть точным Skyway Capital так как видят огромнейшую перспективу не только сейчас в инвестициях головную компанию но и в дальнейшем занятии фактически на всю свою жизнь венчурными адресными проектами потому что адресные проекты также будут представлять венчур в ходе меняющейся рыночной экономической конъюнктуры может произойти все что угодно но что мы можем сказать точным то что действительно я как инвестор 2014 года оценивал по инженерной состоятельности и привлекательности эту технологию оценил ее в первую очередь как инженер механик и именно по этой причине и присоединился но друзья каждый оценивает сам кто-то по экономической привлекательности кто-то по инженерной по экономической кто-то будет оценивать по будущей платформе которая когда-то появится на базе решений головной компании у каждого свой вход и свои решения но что-то мне подсказывает таких людей которые будут присоединяться к нашему проекту будет становиться все больше и больше строй skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету как всегда интересно как всегда да Алексей правильно ему сказал что в следующую среду с большей долей вероятности мы делегация то есть там Володя Маслов Франтишек я мы будем в большой конференции в Вьетнаме вот там у нас сейчас и активно партнеры работают и готовится ряд уже переговоров связанных с демонстрацией и с рассмотрением приведения различных видов технологий вот аспектов поэтому это большая такая работа и это сегодня развивающийся интересный регион поэтому в Вьетнаме будем работать и поэтому в следующую среду скорее всего Алексей будет проводить вебинар один а через среду уже планируется что я вернусь и как раз и будут последние новости из Вьетнама и соответственно будем дальше с вами по новостям развития проекта значит соответственно тут сколько будет стоить первый пакет токенов ну друзья по токенам и по всем платформам мы вопрос сейчас пока обсуждения на наших вебинарах закрыли для этого будет отдельная скажем тема отдельная вещь поэтому сейчас мы на эти вопросы видео репортаж со строительства варабских эмиратах но так как друзья у нас инфобизнес и открытый бизнес марк в рамках той бизнес стратегии и бизнес концепции которая будет принята соответственно если это будет необходимо значит вы будете видеть то что будет происходить варабских эмиратах если это будет в рамках стратегии будут другие необходимости значит будет проходить так как будет принято в рамках развития стратегии, которая будет реализовываться для капитализации интеллектуалистов. Скажите, пожалуйста, в Аргентине что за документ подписывался в видео? Значит, Аргентина, это была делегация с Аргентины на прошлой неделе, там же также был Франтишек Солар, Володя Маслов, была презентация технологий рассмотрения возможностей в адресных проектах в Аргентине, поэтому это соглашение о том, что определенные энтузиасты на территории Латинской Америки, в частности в Аргентине будут продвигать и предлагать проекты с применением технологии Skyway. В каких числах в сентябре в Германии будет транспортная выставка? Она будет 18, 19, 20 и 21 сентября. В Берлине 22 сентября будет большая конференция нашей Skyway и капитала, соответственно, те, кто наши европейские партнеры, мы всех приглашаем, кто может себе позволить или захочет принять участие, поэтому встретимся и на самой выставке, мы всем правлением будем на стенде Skyway и, соответственно, потом 22 сентября на уже нашей конференции. Так, Виктора Бабурина не видно совсем в компании. Я сказать не могу сейчас по Виктору Бабурину, я в Москве здесь с ним регулярно общаюсь, поэтому у меня проблем с общением с Виктором Бабуриным нет. Что и как дальше будет по его работе в компании, я сказать не могу. Это задавайте вопросы уже непосредственно руководителю или генеральному директору главной компании. Давайте, какие еще вопросы, в каких числах сентября. Ну, поэтому, друзья, в общем-то, все вопросы, связанные с этой неделей, мы с вами рассмотрели. То есть, можно сказать, что активно движемся дальше. Работа идет очень интенсивная. И я думаю, что сразу после Инотранса будут ряд очень серьезных таких и структурных изменений в работе фонда и фондов, и в работе главной компании, и в развитии и позиционировании самого проекта. Поэтому, друзья, давайте до Инотранса мы сейчас, ну, фактически для меня это будет, наверное, еще один вебинар. То есть, после Вьетнама Алексей участвовать, наверное, будет и в том и в другом. Ну, а дальше уже работа на Инотрансе как важной такой вехе, важном позиционировании в мировой сети и в мировом концепте развития транспорта. Это представление скоростного юбилета. Вот это нового концепта. И уже дальше с вами, друзья, после 22 сентября, то есть там в следующую неделю, мы с вами уже определимся и четко поймем, как и что мы будем двигаться дальше. Соответственно, как дальше будет развиваться и складываться наше участие в проекте для фонда, для правления, для каждого из нас лично. Вот это все, друзья, давайте, скорее всего, будет уже после Инотранса. Ну, все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. У нас сегодня, я считаю, очень такая плодотворная, серьезная встреча в преддверии очень многих событий, которые нас ожидают. Поэтому, друзья, я рад, что мы с вами, я рад, что мы в сообществе Skyway, что нас объединила всех одна идея, одна цель. И эта цель для нас неизменная. Это строй Skyway, спасай планету. Поэтому, друзья, движемся и строим. Обращаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok